Через несколько минут начнем. Ну вот я уже включил экран с условиями задач. Давайте вот начнем. У нас 20 листочек еще не полностью разобран. Давайте вот с этой задачи начнем. Пока народ подключается, можете посмотреть, в чем собственно задача состоит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, давайте начнем, наверное. Начнем с этой задачи про сортировку. То есть нам нужна схема, которая получает на вход какие-то биты и их упорядочит. То есть на выход она выдает столько же битов, сколько на входе. При этом мы хотим, чтобы вначале шли единицы, а потом нули. То есть, вот скажем, если у нас был какой-то такой набор переменных, то... То есть значение переменного. То на выходе должен получиться вот такой. Сортируют в выбывающем порядке. То есть первые биты равны единиц. Количество единиц во входе и выходе должно быть одинаково, но на выходе слово монотонное. То есть в начале единицы, потом нули. И хочется, чтобы эта схема была размером полиномиального числа переменного. Как такую схему построить? Есть ли у кого-то идеи, как это делать? Ну, можно научиться сортировать два, две соседних клеточки, две соседних ячейки. И вот тогда пройтись вот так N раз и посортировать вот так двумя. Ну, как пузырьковую сортировку вот запустить. Ну, да. Давайте, значит, по шагам. Я понял вашу идею. Она хорошая. То есть мы хотим... Вот у нас есть на входе два бита. Давайте их для простоты A и B назовем. Там это... Да, есть такой... Называется даже компаратор. Такие железные устройства тоже есть. Вот A, B. А здесь у нас выходит максимальный из A, B. А здесь выходит минимальный из A, B. Ну, давайте поймем. Такую схему, конечно же, можно реализовать. Мы уже доказали, что вообще все, что угодно, можно реализовать. В зависимости от числа перемен. Давайте какой-нибудь пример такой схемы приведем, а потом обсудим уже пузырьковую сортировку. Как построить такую схему? Ну, максимум это, видимо, или. Ага. А минимум это I. Ну, да. Значит, вот смотрите. Действительно получается так, что максимум это мы берем дизъюнкцию, а минимум это мы берем конъюнкцию. А и B у нас 0,1. Соответственно, дизъюнкция будет максимальным из этих двух значений, а конъюнкция минимальным. То есть вот мы реализовали компаратор. Размер у него два всего. Хорошо. А теперь надо сделать пузырьковую сортировку. Вот тут вот давайте подробнее просто обсудим, потому что, может быть, не все знают. Вот у нас есть входные переменные. И мы теперь... Вот давайте вы сейчас... Это я буду рисовать компараторы. Вот у нас мы первые две подали на вход компаратору. Потом мы что, вторую и третью или как? Нет, а потом мы берем выход правый от компаратора и x3. И x3. Вот так вот. И так дальше, да? Да. Ага. Значит, после этого что мы делаем? То есть это у нас будет вот столько там n-1, что ли, в какой-то уровне. Это, так сказать, первый проход. Ну и таких нужно сделать n. А, и потом просто мы это периодически повторяем. Я правильно понял? Да. Давайте докажем корректность этой схемы. Сама схема понятна, как устроена. Мы просто применяем компараторы. Значит, к первой, второй переменной, потом второй, третий. Ну, я считаю, что когда мы на выходе компаратора, я их теми же самыми индексами обозначаю. Потом третий, четвертый и так далее. До n-ой. Ну, это всего у нас будет тут о n-квадрате. То есть размер, конечно, полинемиальный. Давайте подумаем, почему это корректно. Как доказать корректность такой схемы? Что она действительно сортирует в конце, отсортированный. Ну, почему n-раз повторяем, я пока не знаю. Нам нужно доказать корректность. Ясно, что если не повторять, то порядочения не будет. Например, если... Значит, что у нас, если... Ну, у вас, как бы, если смотреть на это все... Вот что-то вот такое, тогда у нас будет на выходе вот такое. Это явно не то, что нам нужно. То есть если мы один раз сделаем, вот это один проход. Так что это ответ на вопрос, почему n-раз. Если не повторять, то точно не получится. Если повторять, надо сейчас разобраться, почему получится. Да, извините, я вас перебил. Вы хотели что-то сказать. Да, ну, в общем, давайте посмотрим на это все, как на такой стакан. У него единички будут всплывать наверх, а нолики вниз будут уходить. Но понятно, что мы за один проход, мы идем сверху по этому стакану. Мы как бы все единички сдвигаются у нас, если есть свободные места, как бы на единичку вверх. Ну, а чтобы сдвинуть самую последнюю единичку, нужно сделать не больше вот n таких проходов. То есть идея такая, что на каждом проходе, если у нас есть единица, вот где-то, вот последняя единица, давайте так скажем, последняя единица, а тут нули, она точно заменится, ну, как вы сказали, образно всплывет, заменится на нуль. Ну, если есть вообще там выше нули, если нет нулей, мы уже все закончилось. Видно, кстати, что если мы применим такую схему уже к отсортированной последовательности, то она просто не поменяет. потому что у нас ни в какой момент ничего не изменится. А так, последняя единица, если над ней есть, ну, как последняя, у нас может быть несколько единиц, последняя единица, над которой есть ноль, вот она точно всплывет. Тут, видите, надо более аккуратно оговорить. Мы находим самое нижнее вхождение, ну, или самое правое в исходных терминах, нуля и единицы. Эта пара обязательно поменяется. Ну, тогда у нас может возникнуть, скажем, вот что-то вот такое. Не, у нас вот... Хорошо, давайте по-другому. Давайте смотреть, сколько у нас нулей в конце. Сколько у нас нулей в конце. Ладно, это одно и то же. В общем, у вас суть в том, что если у вас нашелся первый нолик, ну, то есть вот есть такая позиция, как все единички, потом нолик где-то, да, вот, потом единички, то у вас вот этот нолик, он как бы... Он за один проход опустится до следующей группы ноликов. Нет, даже не так. У вас все единички, которые стоят после этого нолика, они смогут подняться. Ну, да, но если мы следим за ноликами, давайте договоримся, зачем мы следим. Вы предложили сейчас немножко иначе смотреть за концом из нолика. Ну, мне удобнее за единичками. Ну, хорошо, за единичками. Ну, то есть, тогда вот эти вот единички поднялись. Тогда нужно аккуратно сказать, за каким все-таки полуинвариантом вы следите. Вот про нолики я понимаю, вы хотите доказать, что на каждом шаге... Сдвигается последняя единичка не более... Ну, на один раз ровно. Последняя единичка сдвигается на один раз. А, ну, это вывод к этому моему примеру. Да, то есть, значит, если у нас последняя единичка перед ней стоит сколько-то единиц, а потом только ноль, то тогда вот вы объяснили, да. А, ну, хорошо. То есть, последняя единица поднимается, по крайней мере, на одну позицию. Ну, подняться больше, чем на н минус одну позицию она не может. Поэтому, вообще говоря, здесь даже, наверное, можно н минус один раз написать. А, нет, н, потому что в начале единичка. А, нет, почему н? Вот у нас единичка могла стоять на первом месте, а максимум, где она может быть, это на н. Так что, действительно, н минус один раз. Ну, хорошо, разобрались. Значит, вот такая схема, действительно. У нее большая глубина. Если вспомнить вот то определение, которое я давал, у нее большая глубина, размер квадратичная, а глубина, ну, тоже квадратичная. На самом деле, мы к этому возвращаться не будем, но я скажу, что есть куда более интересные схемы сортировки, вот на таких компараторах, у которых размер, сколько там, n лог n, минимальный размер, меньше просто нельзя, а глубина логарифм квадратичная. Нет, логарифм, просто логарифм. Логарифм в квадрате – это и я когда-то умел. А вот просто логарифм – это, да, это тяжело. Это давно известный результат, уже ему лет 30 с лишним, но я пока не знаю ни одного человека, который готов был бы признаться, что он понимает доказательства этого результата. Хотя идея, в общем-то, понятна, но там очень много технических нюансов. А логарифм в квадрате – это просто сортировка Бакстера, это вы можете в кунте почитать, это много не написано. Хорошо, пойдем дальше. Теперь давайте посмотрим на индексную функцию. Она у нас уже была. Вот тут ее определение заново приводится. То есть у нас первые к входных переменных мы рассматриваем как адрес, ну, индекс во второй руке переменных. И значение индексной функции равно значению входной переменной, которая стоит на соответствующем месте. Предлагается построить схему полиномиального размера, полиномиального числа входных переменных, который вычисляет индексную функцию. Аминь. 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 Входных переменных у нас, давайте я напишу, что потом нам все равно это придется. Их сколько? Их k плюс 2 в степени k. Нам нужен полином от такого количества. Что-то вы задумались. То есть я не посмотрел перед началом, что там с 19 домашним заданием. Вы его сдавали вроде бы еще неделю назад. В 20 мы договорились на 18 отложить. Но там, по-моему, уже в 19 задании была задача про ДНФ для индексной функции. Ну, если бы вы посмотрели на 19 заданий, вы бы увидели, что далеко не все с этим справились. А-а-а! Да. Сейчас, но... Идф индексной функции не все нашли. Ну, я действительно не посмотрел. Если мы просто сделаем вот, ну, как все возможные перестановки xk, ну, в смысле степеней 0,1, да? И каждой нужной будем просто приписывать соответствующий y. Ну, только уж лучше говорить и не перестановки, а просто будем выбирать возможные степени, то есть возможные наборы литералов на первых k переменных. Давайте так скажем. Ну, да. Переменные или отрицания. И к ним приписывать y, ну, какой? Значит, чтобы это равнялось единице, нужно, чтобы x и t равнялось альфаитом. То есть, и тут мы просто припишем вот этот вот самый y. И таких у нас будет сколько-то, а потом взять дизьюнцию. Правильно я вас понял? Да, но это и будет ДНФ для нее. Это и будет ДНФ, да. Та самая ДНФ, которая была нужна, в ней два в степени k конъюнктов. То есть, смотрите, если функция равна единице, это означает, что первые, значения первых переменных указывают на такую переменную из второй группы, которая равна единице. Но, чтобы выбрать данный набор значений, мы берем, как обычно, такой вот полный конъюнк, то есть, произведение переменных и их отрицаний, которое обращается в единицу ровно на этом наборе. И только на нем. Ну, еще берем конъюнкцию с y. Я тут пишу произведение вместо значка конъюнкции. Это немножко, может быть, непоследовательно, но тут часто бывает удобно у конъюнкции, как произведение обозначать. И тогда получается, что если функция равна единице, один из членов этой дизюнкции обязан равняться единице. Ну, наоборот, если какой-то член дизюнкции равен единице, функция по определению будет равна единице. А давайте посмотрим, какой схеме соответствует эта формула. Я подробнее про это буду рассказывать завтра, но думаю, что вот эта вот идея уже понятна, что если у нас есть формула, мы можем по ней построить схему. Ну, для этого мы просто будем вначале вычислять все конъюнкции, которые нам нужны, а потом возьмем их дизюнкцию. В конъюнкцию будет входить сколько? k плюс один член, да? Ну, и, быть может, нам еще понадобится брать отрицание, поэтому, ну, уж никак не больше, чем 2k плюс одно присваивание нужно сделать, чтобы вычислить эту конъюнкцию. То есть мы вычислим, ну, на самом деле, можно, конечно, аккуратнее сделать, можно вычислить k отрицаний. Зачем нам их перевычислять? А потом в каждом члене дизюнкции нам нужно будет вычислять тут k плюс один, то есть снова k, потому что нам нужно конъюнкцию k плюс одного булевского значения вычислять. Это вот будет конъюнкт. Но таких вычислений нам нужно сделать 2 в степени k. То есть мы получаем, что размер схемы он не больше, чем k плюс ну, тут 2 в степени k минус 1, так по-хорошему. Давайте 2 в степени k минус 1 на k. Это чем удобно, что у нас сократится лишний k. Формула проще станет. 2 в степени k минус 1, потому что дизюнкция из k членов вычисляется за k минус 1 присваивание. Ну и получаем k умножить на 2 в степени k. Это, конечно, ну, там, о большое от n логарифов n, на самом деле. Чтобы не гнаться за точностью, нам вообще достаточно полинома, поэтому давайте не будем гнаться за точностью. Вот, да, тут, если посмотреть, если есть короткая ДНФ, она же дает и короткую схему. Иногда коротких ДНФ не бывает, а короткие схемы бывают. Ну, вот следующая задача про симметрическую функцию. Вот у нас есть симметрическая функция. Это означает, что как бы вы не переставляли ее аргумент, значение функции не меняется. То есть f, ну, я условно примерно пишу, вот такой равен f, вот такой, ну и так далее. То есть как не переставлять, значение одно и то же. И утверждается, что любую симметрическую функцию можно вычислить болевой схемой полиномиального по числу переменных размеров. Как бы это сделать? Оно может свести все к первой задаче, а мы ее знаем, что можем вычислить за полином. Первая задача это какая? Где мы сортировали все. А, где мы сортировали все. А, 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 а. Первая, которую мы сегодня разбирали. Да, 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 я понял. Да. Ну, хорошо. Значит, давайте вот мы берем переменные. Теперь, значит, тут мы сортируем их. Это схема полиномиального размера. Мы уже знаем. И что теперь? Что мы делаем дальше? Сейчас. А у нас есть таблица истинности вообще для этой функции? Ну, где-то... Нет, функция задана. Таблица истинности есть. То есть, естественно, схема будет вычислять какую-то определенную функцию. Нельзя вычислить сразу все функции одной схемы. Вот, тогда мы можем просто теперь соответствующий конъюнк для этой штуковины прописать к ней. Какой конъюнкт? Ну, вот мы знаем... Сейчас. А, нет, сейчас, секунду. Нет, мы не знаем. Давайте поймем, что нам нужно знать, чтобы определить значение симметрической функции. На самом деле, нам действительно достаточно знать ее вот на таких наборах значений переменных. Давайте это я как-нибудь обозначу F0, это F1, это F2. Почему? Потому что значение функции не зависит от перестановок переменных. Поэтому действительно можно считать, что мы все отсортировали и только на этом наборе смотрим на значения. Ясно, что если количество единиц разное, то никакой сортировкой вы один набор в другой не переведете. Потому что при перестановках количество единиц заведомо не меняется. Ну, вот получаются вот такие вот булевые значения, их всего n плюс 1 штука, которые говорят, чему равна симметрическая функция на наборе значений переменных, которым k единиц. и вот теперь как-то, вот я так понимаю, что вы хотите эти наборы значений переменных применить к нашему отсортированному массиву. Ну, как это сделать? Давайте поймем. Сейчас, но вот мы берем и делаем как бы из них dnf, то есть мы сначала сортируем вот эти входы, а теперь говорим, что вот отсортированные входы – это наши новые входы, а для этой штуки можно построить dnf за там, уатен. Ну, давайте. Значит, то есть dnf – предположение монотонности. Я буду писать как раз переменных y, чтобы это было понятнее. А я только не понимаю, как вы собираетесь записать этот dnf. Ну, там берем, скажем, f0. А, ну, сейчас я тоже не понимаю, потому что там одно является подмножством другим. Ну, вот так. Нужна ли тут dnf или что еще здесь нужно? Давайте подумаем, что содержательно мы хотим сделать. Схемы – это в сущности алгоритмы просто специального вида, и нужно какие-то специальные средства использовать специфические для схем. Но вначале, как всегда, когда мы какой-то алгоритм строим, полезно понять, что мы хотим. Вот мы уже знаем, что на самом деле нам у нас даны вот эти вот числа n плюс одно, и в сущности когда мы найдем количество единиц, мы вроде бы уже с задачей справились. Но тут мы его нашли, но в таком немножко условном виде мы записали просто монотонную последовательность. Соответственно, нам нужно каким-то образом теперь соотнести количество единиц с тем, что у нас есть. Ну, давайте смотреть. Во-первых, если y1 равен нулю, что это означает? Это означает, что у нас все нули. Согласны, да? Поэтому значение нашей функции, ну, мы значение нашей функции будем представлять как дизъюнкцию разных вариантов. Один вариант такой, y1 равен нулю, то есть это мы должны вычислить не y1 и умножить на f0. Сейчас я эту дизъюнкцию сотру, потому что нам придется много таких дизъюнкций писать. Это получится формула, я не уверен, что она будет dnf. То есть тут будут дизъюнкции, но вот что будет написано в членах дизъюнкции, надо еще понять. Вот это, этот член дизъюнкции отвечает за тот случай, когда у нас в наборе одни нули. теперь мы должны уже считать, что чтобы лишнего не напустить, нужно считать, что y1 и брать конъюнкцию, скажем, с отрицанием y2. Вот если такая конъюнкция истина, что это означает? На первом есть единица, на втором ноль. Это возможно только в таком случае. Нет, такие dnf, кстати, получатся, вы правильно говорили, я тоже что-то сомневался. Вот тут удобно как раз черту ставить, которой я не привык. поэтому у меня получается немножко корявая запись. То есть смотрите, чтобы понять сколько единиц, мы должны насчитывать вот такие немножко странные выражения. Отрицание y1. Если оно равно единице, это означает, что количество единиц среди y равно 1. Равно нулю, прошу прощения. Дальше мы считаем вот такое выражение. Оно равно единице тогда и только тогда, когда количество y равно единице и так далее. То есть каждое вот такое выражение оно отвечает. Ну, причем смотрите f0, f1, f2 мы знаем, это константы. Если мы берем конъюнкцию с нулем, то это ноль, а если конъюнкцию с единицей, то ничего не меняется. То есть на самом деле мы просто из вот этой дизъюнкции можем вычеркнуть те члены, где f0, где f1, это равно нулю и оставить не только остальные члены. Ну, как насчитывать такие конъюнкции, я думаю, понятно. Вот, значит, здесь мы должны посчитать не y1, мы должны посчитать, дальше мы должны посчитать не y2, в общем, все отрицания мы, конечно, должны посчитать, куда нам деваться. А дальше мы будем уже считать, вот не y1 у нас уже есть, мы его можем использовать. Дальше мы считаем y1 и не y2, это тоже мы можем использовать. Дальше нам нужен y1, y2, то есть помимо вот этого набора нам еще нужно посчитать такие присваивания, такие значения y1, y2, y1, y2, y3. Понятно, что вот эти вот значения, некоторые вспомогательные функции, которые нам нужны, они легко насчитываются схемой, ну вот ровно такого размера, как здесь написано, нам нужно минус одно присваивание, потому что мы просто присваиваем вот это, вот это же g2, это предыдущее присваивание, то есть тут написано длинная конъюнция, но она вычисляется быстро, поэтому когда мы уже вычислили вот такие значения, вот такие вот значения, то теперь уже все идет легко, значит мы берем дальше g2 и не y3, это следующее значение, ну и так далее, то есть вот это отвечает нулю, это отвечает единица, отвечает двойки, ну и сколько нам нужно этих же катых, столько мы их и насчитываем, вот это будет отвечать k, а случаю n будет отвечать просто gn, уже без у нас отрицания уже не нужны, gn будет отвечать случаю n, ну и вот из тех отмеченных точек, которые я сейчас отметил, нужно выбрать те, которые нужно включить в конъюнкцию, то есть те, для которых значение функции равно единице, всего у нас получится тогда сколько, n плюс n минус 1, а здесь не больше, чем ну то, что нам нужно вычислить, то есть n, то есть это вообще большое мы видим, что даже схемой линейного размера все можно посчитать, ну хорошо, теперь следующая задача, тут уже про графы, я надеюсь, что вы помните, как мы графы задаем булевыми переменами, но если нет, давайте обсудим, то есть фактически набор нулей единиц указывает, есть ли ребро, то есть х и житая равно единице, это означает, что в графе есть ребро между и и ж. Если это нужно подробнее прокомментировать, вы скажите, это было на лекциях мы давно, мы могли уже забыть, там и в домашних знаниях было, но мы тоже могли забыть. Ну а если понятно, то вот задача такая, нужно проверить, раскрашивали граф в два цвета, то есть если раскрашиваем то схема должна давать один, если не раскрашиваем, схема должна давать ноль. Как это сделать? тут на самом деле, хотя листок двадцатый, но это действительно у меня там все сбилось немножко из-за того, что я на лекциях стал тормозить, тут, конечно, нужно то, что было на последней лекции про булевоумножение матрицы, это самый простой способ, есть разные способы сделать эту задачу, но самый простой как раз использовать, если вы помните, мы так связанность графа проверяли, выбрали булево-произведение матрицы смежности, ну точнее матрицы смежности, куда добавлены еще диагонали единицы, и граф связанный тогда и только тогда, когда вот n-1 булева степень такой матрицы состоит из одних единиц, здесь нам этого недостаточно, конечно, нужно что-то другое придумать, потому что связанный граф может быть и не раскрашен в два цвета, давайте подумаем, что нужно придумать. А кто помнит критерий два раскрашиваемости? Ну, сейчас, в общем, нам нужно придумать, как при помощи матриц найти нечетный цикл, да? Ну, да, нужно понять, есть ли нечетный цикл, если нет нечетного цикла, то все хорошо. Сейчас, ну, вроде в общих чертах понятно, как делать, нам нужно сгенерировать эти матрицы степеней от 1 до что там, n, n-1, ну, неважно, прям буквально те же самые матрицы, то есть на диагонали единицы, а тут стоит х и житая, х и житая, такие вы хотите рассматривать, матрицы. Да, вот. Так, ну, сгенерировали. И нам вроде сейчас, ну, в общем, мы можем понимать, есть ли у нас путь из там каких-то, из какой-то вершины в какую-то, меньше либо равный вот какого-то числа. Вот мы умеем отвечать на такой вопрос теперь. Да. Вот. А, соответственно, при помощи таких вопросов мы можем найти ровное вот это число. Ну, потому что в какой-то момент оно будет там 1, 1, 1, а до этого момента 0, 0, 0, да? Вот, то есть мы можем ровно найти вот это k. Ну, хорошо, и что же? А теперь мы начинаем спрашивать что-нибудь в духе, существует ли из и в жи путь размера 1? Четный, нечетный. Давайте подумаем вообще, почему мне понадобилось вот это меньше либо равно. Потому что я поставил на диагонали единицу. поэтому у меня всегда есть возможность, я как бы добавил граф петлю, поэтому если у меня есть путь длины, там, не знаю, 10 из одной вершины в другую, имея петли в каждой вершине, я могу сделать путь там и длины 100, ну, в общем, любой больше длины. Но это совершенно не обязательно. Давайте посмотрим на обычную матрицу смежности. Тут можно же поступить иначе. Там в связности это было удобно, потому что тогда мы обходились одной матрицей. Вот что будет вот давайте обозначим вот эту матрицу как-то М. Вот что будет означать, что в катой булевой степени такой обычной матрицы смежности стоит единица на месте ижи. что существует путь длины ровно к. да, существует путь не обязательно простой длины ровно к. Ну, и это нас устраивает, значит, что значит, что есть нечетный цикл. Это означает, что для какого-то и существует нечетный цикл. это равносильно тому, что существует такое и существует такое, ну, нечетное число, давайте его как-нибудь 2s плюс 1 обозначу, что вот эта вот матрица, я все-таки тут обозначение не очень удачно и вел, давайте как-нибудь перепишу все-таки обозначение, то мне сейчас пришлось бы еще какую-то букву вводить. то есть m пусть будет матрица смежности, вот в булевой степени 2s плюс 1 матрица смежности вот и и и на диагонали стоит единица. Это означает, что из и в и есть путь нечетной длины. Заметьте, что в критерии 2 раскрашенности нас интересует четность, поэтому различать простые пути и циклы и непростые совершенно не нужно. Это мы когда изучали графы обсуждали. То есть вот что нам нужно сделать. То есть нам нужно действительно насчитать все эти матрицы. Теперь схема. Вычисляем m, m в 3, ну и вплоть до если у нас есть какой-то цикл нечетной длины, цикл нечетной длины, который не больше чем n. Ну давайте там n-1 или n в зависимости от четности. вот мы вычисляем и что мы теперь должны сделать. Мы должны вот давайте смотреть какое нам нужно условие. Нам для каждой матрицы нужно посмотреть существует ли на диагонали единица. Если существует ответ 0, то есть ответ 1 это означает, что для всех матриц всех диагональных элементов 0. Ну то есть нам надо взять отрицание этих диагональных элементов и взять их конюнцию. тут у нас всего будет конъюнкция по i и конъюнкция по s. То есть у нас будет n o от n в квадрате членов конъюнкции. Ну и там еще отрицание, но это все помещается вот этот размер. И он конечно много меньше, чем нам нужно для вычисления этой последствий степеней матрицы. Там, как вы помните, нам нужно порядка от n в четвертой. Каждое матричное умножение занимает n в кубе. Мы должны насчитать по сути дела все степени, нас потом будут интересовать нечетные. Оставим потом нечетные, но их будет тоже порядка от n, насчитаем мы их все. Поэтому получается от n в четвертой размер для такой схемы. Не самый экономный, ну, чуть-чуть подэкономить можно, но не сильно на самом деле. В отличие от связанности тут, по-моему, сильно не сэкономишь схемах. Ну, хотя, не знаю, я не задумался, какая самая экономная схема. Ну, вот, наконец, мы подошли к последней задаче предыдущего листка. Я напомню, что у нас по плану уже 21 листок, но мы чуть-чуть отстаем. Значит, последней задачей речь идет о монотонных булевых схемах. Здесь нам не разрешается использовать отрицание, поэтому ясно, что мы монотонные булевые схемы можем вычислить только монотонную булевую функцию, потому что конъюнкции, дизюнкции монотонные, мы помним, что когда мы их применяем к чему-то, мы получаем снова монотонную функцию, то есть монотонные булевые схемы заведомо могут вычислять только монотонные функции. Ну, и вот начнем, значит, тут три пункта, они на самом деле связаны, может быть, кто-нибудь сразу сообразит, ну, нет, критический, конечно, пункт Б, пункт А, это скорее разминочный, если будет непонятно, что делать с пунктом Б. Основной пункт Б, пункт В, это несложное применение пункта Б. Я напомню, что функция majority, это функция голосования, она равна единице, если большинство, арифметическое большинство входов равно единице, если поровну, то она уже равна нулю, ну, или если единиц меньше. Вот предлагается построить монотонную схему. Мы пропустили задачу про произвольную булевую схему для majority, ну, для скорости, потому что сейчас мы построим и монотонную схему. но мы умеем сортировать уже эти входы. Да, это монотонная схема. Критическое наблюдение, что сортировка компараторами это монотонная схема. Отлично. Это очень важно, поэтому мы начинаем с того, что берем наш ход, сортируем его, а что мы делаем дальше? Ну, а дальше первую половину игреков просто ишкой конъюнкцию. Берем. Да зачем так сложно? Берем, вот у нас n, значит, давайте возьмем n пополам округленное вверх, я обозначу k. маджорити равна единице, если хотя бы, а, нет, 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 это я неправильно кстати написал. Как нам сказать, я арифметическую ошибку сделал, как нам сказать, вот у нас есть n, сколько, значит, ну, если n 2t, нам нужно t плюс 1, одна единица, если 2t плюс 1, нам снова нужно t плюс 1 единица. То есть это получается, что нам нужно единица плюс наоборот округление снизу от n пополам. Вот так вот нам нужно. Вот это количество единиц, которое гарантирует, что маджорити равна единице. Если единица еще больше, только лучше. Поэтому все, что нам нужно, это вот выдать на выход вот это вот и есть маджорити. потому что в отсортированной схеме, что значит, что на k там месте стоит единица, что единица не меньше, чем k. Но если их уже k, уже маджорити равна единице, а если больше, то она тем более равна единице. А вот если на этом месте стоит 0, то это значит, что единица меньше, чем k. И тогда маджорити равна 0. То есть в сущности все, что нам нужно, это выдать на выход вот именно эту y, то есть совершенно конкретную точку. Ну и теперь, наверное, и про пункт Веста стало понятно, что нужно сделать. Монотонная симметрическая более функция, не обязательно функция голосования, какая-то монотонная. Ну, также сортируем и как... А, сейчас, не, мы же там использовали эти отрицания. Где мы использовали отрицания? Ну, когда строили вот ДНФ для... Для вычисления симметрической функции. Теперь у нас функция монотонная. Да. Для монотонной булевой симметрической функции я напомню, у нас есть вот такие числа для любой симметрической функции, но они очевидно должны образовывать неубывающую последовательность, если функция монотонная. Ну, представьте, что функция равна единице на наборе из трех единиц. Она на наборах из четырех единиц тоже должна равняться единице, потому что мы же можем набор из трех единиц расширить. Поэтому в сущности у нас опять возникает ровно один параметр. Давайте его как-нибудь там R обозначу. Сколько единиц в вот этом наборе F2. Наша сортировка сортирует в другом порядке, к сожалению, поэтому тут надо немножко повозиться с тем, чтобы правильно ответ сказать. Вот у нас есть отсортированный набор переменных. Мы действительно его сортируем. Но теперь у нас вот тут стоит сколько-то единиц и их должно быть не меньше, чем вот это вот число. Вот это вот число. Больше либо равняется R. как это найти? Ну опять-таки мы просто должны взять YRT. У нас же массив отсортирован. Если YRT равно единице, это равносильно тому, что число единиц не меньше, чем R. Это просто равносильные условия. потому что если YRT равно единице, все предыдущие YRT тоже равны единице в отсортированном массиве. Так что, как мы видим, задача 5.9 решается очень легко, но мы очень удачно решили задачу отсортировки правильным способом, который монотонный и, в общем-то, простой. Есть более хитрые способы, но нас интересовал полиномиальный размер, поэтому все было в порядке. И теперь, конечно, имея монотонную сортировку, уже очень легко решить эту задачу последнюю в этом листочке. Ну, хорошо, если нет вопросов по поводу этих задач, давайте перейдем к 21-му листочку. Тут вопросы тоже про схемы, но немножко другие вопросы. Там в конце будут задачи, но мы до них сегодня не доберемся. под конец обсудим, что с нами делать. Первая задача это усиление той оценки верхней на размер схемной сложности болевой функции, которая была на лекции. На лекции, я напомню, я доказал оценку, что схемная сложность функции это O от N умножить на 2 степени N. Ну вот первая задача предлагается это чуть-чуть улучшить до просто простого 2 степени N. Ясно, что это лучше, это 2 степени N, это маленькая N, 2 степени N, потому что это мы улучшаем. Давайте поймем, как это сделать. Наверное, нужно вспомнить, как получалась схема размера вот этого N на 2 степени кто-нибудь помнит. Вы вычисляли как DNF просто? Да, мы просто вычисляли DNF, мы представляли функцию как дизюнкцию по всем наборам, по всем единицам функций вот таких конъюнкций. Таких конъюнктов x ну тут давайте я сразу написал более хитро, хотя не собирался. Мы берем для каждой переменной, я напомню, что такая конъюнкция, она у нас уже сегодня встречалась, на равной единице ровно в одной точке, потому что это все переменные, там у нас были не все переменные, это все переменные, поэтому она равна единице ровно в одной точке, и если в этой точке значение функции равно единице, это совершенно безопасно такую конъюнкцию включить в нашу общую дизюнкцию. Ну и понятно, что если мы возьмем по всем точкам, где функция равна единице дизюнкцию, то все получится. Вот здесь у нас два в степени n членов конъюнктов, а здесь нам нужно от n присваиваний, чтобы вычислить вот такой конъюнк. Давайте подумаем, как улучшить эту схему в n раз усил. Из вида формул понятно, что с дизюнкцией по видео мы ничего сделать не сможем, а вот с конъюнкциями мы что-то такое хитрое делаем, что нам не нужно вычислять амортизованное время вычисления конъюнкции n переменных окажется от единицы. Это выглядит странным, тем не менее этого можно добиться. А у вас параллельно есть курс алгоритм и структуры данных, где вас учат по каким-то таким приемам, как ускорять алгоритмы с помощью правил. Ну, видимо, нужно что-то предпосчитать. Ну да, а вот что? Я не знаю, может какие-то пары значений заранее. Если будем запоминать результат прошлых конъюнкций, что мы с ним будем делать? Нам тут предлагают запоминать результаты предыдущих конъюнций. Вот я вычислю конъюнцию всех переменных. Как мне это поможет на следующем шаге, когда я буду вычислять, ну вот там, допустим, вычислю конъюнцию x1, xn. Так, а как использовать? Вот смотрите, вот допустим, я вот знаю это, это а равно. А теперь мне нужно насчитать почти то же самое, но вместо xn стоит отрицание xn. Это b. Как b выразить через а? Нет, идея правильная. Я не хочу сказать, что действительно видно, что вот если посмотреть на этот пример, то видно, что мы же на самом деле вот это вычисление делаем повторно. И нужно, конечно, вот именно на этом и сэкономить, чтобы не делать вычисления лишний раз. Ну да, нам кажется, нужно не а, а то, что вот будет x1 и так далее, xn. Вот чему это равно? Вот, если вот мы это запомним. Так что это, я не понял. У меня проблема именно с тем, что основную идею вы понимаете правильно. Действительно, за счет повторяющихся кусков при вычислении конъюнта мы можем ускориться. Но давайте аккуратно сформулируем, как мы это будем делать. Потому что пока мне не ясно, как писать схему. Тяжело. Ну, как сказать, как сказать. Вот смотрите, у нас, по сути дела, такая задача. Нам нужно вычислить. Давайте не будем смотреть, что мы будем подставлять дизюнкцию. Нам нужно вычислить прям вот все два в степени n конъюнктов. Чего мелочиться? И нужно это сделать за время O2 в степени n. Если мы это сделаем, то потом из этих конъюнктов мы дизюнкцию свою соберем. И в ней тоже будет не больше, чем O2 в степени n. Это будет складываться. Одно O2 в степени n плюс другое O2 в степени n. Получится O2 в степени n. То есть нам нужно, это как раз вычисление не булевой функции, а булево отображение. Мы берем переменные и вычисляем такое отображение, очень большой двоичный набор, который имеет длину 2 в степени n, то есть он экспоненциально длиннее, где стоят просто значения всех конъюнктов. Давайте поймем, как это сделать за время линейной длины выхода. Ну, понятно, чтобы насчитать 2 в степени n переменных, нам хотя бы 2 в степени n присваивания сделать придется. Оказывается, что не сильно больше. Давайте поймем, как это сделать. Идея фактически вот там в правом углу написана. То есть видно, что есть повторяющиеся куски, нужно их просто как-то систематически использовать. То есть в сущности сейчас мы боремся именно за это. продумать какое-то правило, которое нам позволит систематически использовать все, что мы уже насчитали, чтобы не пересчитывать. Ну, давайте начнем. Начнем сначала. Нам все равно нужны все переменные. Значит, нам понадобится в некоторых конъюнках, нам понадобится конъюнкция x1, x2, в других конъюнкция x1 и не x2. Я буду писать черточку сверху, но вы и сами так делаете, поэтому я надеюсь, вам понятно, что я пишу. Это отрицание. Просто действительно, когда конъюнкция обозначается точкой или вообще никак не обозначается, то уже писать удобнее с чем-то еще. Ну, а может так случиться, что нам нужно брать конъюнкцию отрицания этих двух переменных. Вот первые две переменные могут входить вот таким вот образом. Ну, тут, казалось бы, ничего не сделаешь. Это надо все равно считать. Ну, мы можем сразу насчитать отрицание. Давайте договоримся, что сразу посчитали отрицание. Это будет n, поэтому это... Все отрицания нам понадобятся, поэтому мы считаем, что насчитали. Это n, что пренебрежимо мало по сравнению с большим. Наверное, правильнее посмотреть, что будет, если мы используем три переменные. Вот у нас там уже будет восемь возможностей. Но смотрите, вот здесь фактически вот эти две возможности, они порождаются x1, x2. То есть, если мы уже насчитали x1, x2, для этого нам надо что-то сделать. Я так, для красоты приписал еще x1. В надежде, что вы сообразите, что будет дальше. А теперь нам нужно, скажем, посчитать x1, не x2, x3. И, соответственно, x1, не x2, не x3. Из чего получится такая группа конъюнктов? Она получится из, понятное дело, вот такого конъюнкта. x1 и отрицание x2. И для этого тоже берем переменную x1 и умножаем либо на переменную x2, либо на ее отрицание. А здесь, смотрите, мы делаем то же самое. Мы уже насчитали конъюнк x1, x2 и умножаем его либо на x3, либо на его отрицание. То есть, другими словами, у нас получается такое полное бинарное дерево. На самой первой ветке у нас, на самом первом уровне у нас, на нулевом уровне у нас ничего. На первом уровне у нас, так, я договорился писать черточку, настолько мы непривычно уже, что забыл сделать. Дальше у нас идет переменная x2 и не x2. У нас появляется здесь уже 4 конъюнкта, которые написаны. Дальше мы опять делаем вычисления. И с каждым полученным на предыдущем шаге, вот у нас получился какой-то, давайте посмотрим, какой-то частичный конъюнкт. x1, a1, xk, ak. На следующем слое я беру переменную xk плюс 1. И мне нужно умножить, вот это давайте конъюнк я как-нибудь k обозначу. Мне нужно k умножить либо на xk плюс 1, либо на отрицание xk плюс 1. И я насчитаю все конъюнкты уже на k плюс 1 переменной. Что в этом дереве отвечает присваиванием? Ну видно, что ребра. Ребра это и есть присваивание. Чтобы сдвинуться по ребру этого дерева, я должен вычислить очередную конъюнкцию. А в листьях этого дерева, в листьях этого дерева у нас сидят уже полные конъюнкты. Их два в степени. Сколько же у нас будет рёбер в таком дереве? Такой вопрос про графы. У нас из каждой вершинки выходит не более двух рёбер, поэтому два в степени n ограничивает хорошо. Ну да, ясно, что не больше, чем два в степени n. Но про полное бинарное дерево полезно понимать, что листьев два в степени n всего вершин. Значит, предыдущих вершин на единичку меньше, то есть всего получится два на два в степени n без единицы. Но это вершин, а рёбер ещё меньше на единичку. То есть, другими словами, количество рёбер – это удвоенное количество внутренних вершин. Вот это количество внутренних вершин, не листьев. Минус один где? Вроде бы я всё правильно писал. Листьев два в степени n. А внутренних вершин два в степени n минус один. А всего два умножить на два в степени n минус один. Ну а вот рёбер вот столько. И, конечно, это от два в степени n. Поэтому присваивание нам, чтобы сделать вычисление по такой схеме, потребуется о два в степени n. И она в каком-то смысле оптимальна. Я не думаю, что можно быстрее. Никогда не проверял. Но это нужно как-то правильно задачу поставить вообще. Какими-то схемами, может быть, и можно быстрее. А если, например, делать только конъюнкции с переменными отрицаниями, я подозреваю, что можно доказать, что это оптимальная схема. Но не проверял. Если справлюсь, может быть, на экзамен дам. Я шучу. Нет, это, пожалуй, трудновато на экзамен. Хотя, может быть, ответ очевидный. Надо подумать. Я никогда не думал, является ли вот такая схема оптимальной по числу присваиваниям. Вроде бы да, потому что, ну, а как меньше? А с другой стороны, кто его знает? Видите, есть потрясающие способы ускоряться, на самом деле, в вычислениях. Поэтому тут опасно. Ну, хорошо. Давайте перейдем к следующей задаче. Она про схемную сложность, но немножко другую. У нас теперь в схемах. Схема – это, я напомню, последовательность присваивания. Мы разрешаем в очередном присваивании использовать какую-то функцию. Давайте я ее назову, там, не знаю, f. От чего-то там. В стандартных схемах разрешены конъюнция, дизюнция и отрицание. А здесь мы рассматриваем нестандартные схемы, так часто делают. А схемы, в которых разрешены в правых частях присваивание любые функции от большого числа переменных, но все-таки меньше, чем n, 0,9n. То есть, если переменных тысяча, то можно хоть 900 переменных. Любую функцию использовать вообще, неважно какую. У нас вот такое разрешение. Оно нереалистическое, потому что этих функций очень много, и непонятно, какой бы физический процесс он всех породил. Но, тем не менее, как некоторая интересная задача, это возникает. Это действительно есть разные открытые гипотезы про схему, в котором разрешены именно такие функции. Ну, там не обязательно 0,9, в общем, линейное число. Количество переменных. Но неважно. У нас простейшая задача, напоминающая стандартные утверждения про сложные булевые функции, утверждается, что даже в таких схемах, это, конечно, гораздо более сильные схемы, чем обычные стандартные. Обычные стандартные ими покрываются. И про обычные стандартные мы знаем, что у нас схемная сложность функций. Существуют такие функции, для которых схемная сложность. Ну, давайте я как-то вот так напишу, чтобы не возиться с константами. Значит, омега, я надеюсь, вы знаете о синтетическом обозначении, или нет. Это то же самое, что он, но с другой стороны. Омега от 2 в степени n на n – это функция, которая растет, как 2 в степени n на n умножить на какую-то константу, немедленно. То есть она больше либо равна, чем 2 в степени n на n умножить на какую-то константу. Это мы получили этот результат, это для стандартных схем. У нас схемы более мощные. Получить такой результат заведомо невозможно. Ну, а как заведомо невозможно? Я верхнюю оценку не пробовал строить. Да, вот здесь, кстати, в условии задачи тоже надо было считать омега писать для него. Это опечатка. Ну, ладно. Думаю, что ее все заметят. То есть у нас сейчас задача доказать, что есть функция, у которой схемная сложность вот в этих нестандартных схемах экспоненциально велика. То есть 2 в степени какая-то константа на n. Ну, или можно сказать, какое-то число a в степени n. 2 в степени c. Это будет какое-то число a. Давайте подумаем, как это сделать. Для этого, наверное, надо вспомнить, как доказывалась нижняя оценка для стандартных схем. Ну, вы каждой функции сопоставляли двоичное слово? В каждой схеме. В каждой схеме, да, да. То есть на самом деле доказывается следующее утверждение. Схем меньше, чем функции. Ну, нужного размера. Чтобы доказать это утверждение, мы должны, функции мы знаем, сколько 2 в степени 2 в степени, нам нужна оценка количества схем. И схема довольно сложный объект, но оценить количество схем можно, оценив длину двоичного описания. То есть представьте, что перед вами стоит задача задать формат описания схем. Ну, скажем, вы хотите использовать в какой-то программе схемы, и для этого их нужно в каком-то формате описать. Как бы это сделать поэкономно? Ну, в сущности понятно, что нужно сделать. Если у нас есть схема размера S, нам нужно указать. На каждом месте стоит присваивание. Значит, в нашем случае это какая-то функция, и какие-то в нее подставлены аргументы. Давайте я их назову тогда Z1. Это и входные переменные, и вот эти. Значит, как обычно мы входные переменные к схеме приписываем, так удобнее, чтобы можно было на них ссылаться. И вот Z2 – это вот то, что выходит вот сюда. Значит, нам нужно задать, чтобы описать один элемент схемы, сколько нужно битов, чтобы задать булевую функцию от 0,9n переменных. Ну, всего таких функций сколько? Всего таких функций 2 в степени 2 в степени 0,9n. Ну, значит, чтобы задать, записать ее, нужно логарифмическое количество битов. Это как обычно. Всегда, если у нас есть какое-то количество объектов, длина записи, которая однозначно дефицирует объекты, примерно логарифм. Ну, там понятно, что, может быть, единичку надо добавить, но здесь такие большие числа, что с этим можно не возиться, если от вас кто-нибудь потребует уточнений. Ну, там всегда можно поставить верхнее округление в верхнюю часть. Итак, это размер схемы. Это вот столько нам нужно. Дальше у нас есть 0,9n индексов. А каждый индекс имеет размер логарифм. Ну, логарифмы у меня все будут двоичные, я не буду писать сейчас. Для простоты, чтобы формулы получались попроще. Сколько нужно памяти, чтобы задать индекс? Индекс – это, ну, на самом деле, конечно, надо еще добавить n. К схеме я n переменных приписал. Но это все равно не очень много. То есть, получается так, что длина описания схемы... Это нам нужно сделать для каждого из S позиций. Она получается что-то типа S на логарифм S плюс n на 0,9n и умножить на 2 в степени 0,9n. А всего схем, давайте я как люди, это l обозначу, всего схем, 2 в степени, не больше, чем 2 в степени l. Раз нам хватает такого количества битов, чтобы однозначно идентифицировать схему, всего схем не больше, чем всего таких двоичных намок. Ну и получается, что если l меньше, чем 2 в степени n, схем меньше, чем функции. Ну и теперь смотрите, у нас что в l входит? S, логарифм S, 0,9n и 2 в степени 0,9n. То есть, получается так, что S, ну вот тут такое сложное выражение, оно не больше, чем 2 в степени 0,9n поделить на 0,9n. Вот так вот у меня получается. Ну потому что я вот это вот неравенство написал. Ну и видно, что это выполняется, если S меньше, ну скажем, там, давайте какую-нибудь константу явную напишем и не будем скупиться, от нас требует какую-то константу, пусть это будет 0,1n, 2 в степени 0,1n. Тогда смотрите, здесь у нас будет S не больше, значит, вот это вот, оп, так, мне надо добавить страничку, не хватило. Значит, если S вот меньше такого числа, то тогда вот это вот наше l будет меньше, чем 2 в степени 0,1n, логарифм от этого числа меньше, чем 0,1n. Ну, если я прибавлю здесь n, то это, естественно, при достаточно больших n мы делаем оценки. Это будет не больше, чем, там, 0,02n. Я сейчас очень грубо все оцениваю. Ну и это, конечно, будет меньше, чем 2 в степени 0,1n поделить на 0,9n. Вы знаете, что экспоненты растут быстрее любой полиномиальной функции. Тут неравенство очень легко. При достаточно больших n оно будет всегда выполняться. Ну вот и все. Вот так вот получается оценка для, нижняя оценка для таких более хитрых схем. Я напомню, у нас тут более хитрые схемы были. Но они не спасают, потому что все равно, вот смотрите, функции все равно намного меньше. И схемы должны дополнять вот это 2 в степени 0,9n до 2 в степени n. То есть примерно 2 в степени 0,1n нам нужно. Ну так, с учетом всех мелких логарифмических множителей, конечно, нужно меньше. Можно доказать, что любая константа меньше 0,1n годится. Я взял одну сотую, чтобы вообще никаких сомнений не было. Ну как, понятно вот это рассуждение? Это в сущности еще один вариант той оценки, которая была на лекции. Просто для других схем. Ну ладно, молчание, знак согласия. Теперь давайте немножко про глубину поговорим. Ну это вот очень простая задача, давайте ее точно разберем. Постройте схему логарифмической глубины, вычисляющую функцию XOR. Ну просто XOR всех переменных. По олимпийской системе? Ну конечно, да. Так же, как я на лекции объяснял про дизъюнцию, мы просто... Вот тут у нас это схема уже. Схема там размера O от единицы. Мы разбиваем переменные на пары, считаем XOR для пар, потом считаем XOR и пар и так далее. Вот глубина такой схемы. Давайте я напишу от логарифм N, потому что нам все равно с точностью до мультипликативного множителя нужно. Что-то может набежать из-за того, что у нас N не обязательно степень двойки, там появятся какие-то фиктивные переменные, которые можно всегда убрать. Ну а на глубину это не повлияет. В общем, надо округлять просто двоичный логарифм на верхнюю часть. Ну вот, значит, с этой задачей мы справились быстро. Я надеюсь, что всем понятно. Если кому-то непонятно, то лучше сейчас спросить. Потому что у нас осталось времени немного. Значит, и надо... Давайте посмотрим на задачи 21-го листка. Я бы вообще считал, что лучше в следующий раз заняться задачами следующей темы. Она не то чтобы очень сложная, но несколько необычная. Это сравнение множества бесконечных. И по опыту я знаю, что возникают определенные трудности. Полезно все-таки поупражняться в этих задачах. Технически они как раз почти все не очень трудные. Ну вот про эту функцию XOR можно еще доказать, что схемная сложность не меньше 2N-1. Но давайте эту задачу пропустим, потому что сейчас она довольно сложная. Она написана в черновике нашего учебника. А, ну, собственно, и учебник уже вышел. В общем, там есть это доказательство. Оно несложное, ну и не слишком восхитительное. А дальше есть несколько задач, в которых предлагается достигнуть в каком-то смысле оптимальных схем. Вот смотрите, если глубина схемы всего O от логарифмена, это я сейчас говорю про схемы в стандартном базисе, то вообще, если у вас N переменных, то схема глубины, которая меньше, чем логарифм N, она не сможет все переменные обработать. У вас же как вот получается, что максимум 2 переменные входят, чтобы захватить все переменные, нам нужно, мы захватываем не больше, чем 2 в степени H переменных. Ну, и ясно, что если все переменные существенные, то нам нужно хотя бы про каждую переменную что-то спросить. Поэтому вот эта вот оценка снизу вполне очевидна, и вот эта оценка снизу вполне очевидна. И вот они, оказывается, для некоторых функций достигаются. Есть схемы линейного размера и прямой, простой алгоритмической глубины. Ну, здесь вот в этой задаче функция совсем простая, и мы, наверное, даже успеем с ней разобраться. Значит, ну, функция, вы видите, какая? Она просто проверяет равенство двухбитовых струк. Как вычислить ее схемой линейного размера и логарифмической глубины? Просто побитого сравнить? Ну, конечно. Значит, мы должны взять, значит, вычислить вот такое. Вот это будет какая-то конкретная схема. Ну, можем ее написать. Значит, это почти что XOR, но только XOR наоборот. Вот, то есть XOR плюс единица. Но это, естественно, тут размер не больше тем самым, чем там 7, не знаю, 5 достаточно. Вот мы насчитываем, это мы от входных переменных такое насчитываем. А дальше мы должны вычислить конъюнцию всех таких результатов. Вот здесь у нас глубина O от единицы. Ну, сколько там в этой схеме? Это же каждая такая схема, она применяется к разным парам входных битов. Поэтому их можно разместить параллельно. И глубина у нее не больше, чем размер, а размер там какая-то константа. А вот здесь уже у нас конъюнция N переменных. Ну, и понятно, вот мы сейчас на примере с XOR обсудили, как это делать. Это надо вот так действительно такое полное двоичное дерево строить, по которому насчитывать конъюнцию. Размер будет от N. А глубина логарифмическая. Вот. И это простые задачи. Есть посложнее. Значит, вот есть задача сравнивать числа по величине. То есть, уже целые числа записаны двоичными записями. И нам нужно вычислить функцию, которая равна единице, если первое число строго меньше второго. Ну, пункт A – это такой разминочный. Предлагается сделать на логарифмической глубине, но размером не заморачиваться. Это попроще. А пункт B – ну, вот это вот оптимальная схема. Ну, и последняя задача в этом листочке – то же самое, но уже для сложения чисел. Задачи идут в порядке возрастания сложности. Вот это чуть попроще. А для сложения чисел надо уже немножко подумать. Ну, и если вы будете смотреть книжках, то, на мой взгляд, проще самому придумать, чем понять то, что написано, скажем, в стандартной книжке со слух. Я в какой-то момент готовил занятия для студентов и решил все-таки разобраться, что там написано. Ну, плюнул, это какое-то безнадежное занятие. Настолько сложно. Там, в принципе, написано все то же самое, но как-то с очень большим количеством слов. Давайте поймем, что с этим делать. У нас занятие подходит к концу. Мы можем, в принципе, в следующий раз это обсудить. Это задачи довольно длинные и не очень простые. Но, конечно, они очень интересные, я понимаю. То есть построить оптимальные схемы для сравнения, для сложения. С другой стороны, повторяю, у нас будет новая тема – сравнение мощности. Я, скорее, готов прислушаться к вашему мнению, чего вам больше хочется. Ну, мы сможем их разобрать в следующий раз? Вот эти вот задачи? Да. Ну, тогда у нас начнется, опять-таки, понимаете, у нас сейчас некоторое отставание, а курс стремительно движется к концу. Значит, ну, я сейчас объясню, давайте тогда объясню, что я хотел делать. И вот сейчас у нас где-то полсеминара не хватает. У нас будет тема мощности, вот сравнение множества мощности. И это, в общем-то, два семинара. Как обычно бывает, этого более-менее достаточно. То есть все существенные вещи мы успеем разобрать. Но у нас всего три семинара без этого, не считая того, который закончился, осталось. А последний семинар я хотел провести, такой сделать листок на повторение. Хотел собрать характерные, с моей точки зрения, задачи с письменных экзаменов предыдущих лет, чтобы их разобрать. И вот, по сути дела, если мы так будем идти, у нас где-то полсеминара зависнет, и мы тогда меньше будем повторения. То есть, чтобы вы более осознанно делали выбор, нужно понять, то ли мы решаем эти интересные задачи, то ли более полноценный листок на повторение разбираем. Вот, терять листок на повторение было бы обидно, ну и страшно, что ли. А вот это хотелось бы разобрать. Может, у нас сейчас время на консультации? Да, значит, можно это сделать на консультации. Давайте тогда так договоримся, что вот эти вот две задачи разберем на консультации. Ну, может быть, в следующий раз будет коллоквиум. Это либо на этой консультации, либо еще через две недели, где будет вообще там дедлайн. Через две недели мы, наверное, все забудем. Может, ну как забудем. Сегодня. Ну, смотрите, просто я могу рассказать схемы, просто можно попробовать самим придумать. Ну, давайте. Значит, только давайте, значит, сейчас уже занятие заканчивается, мы переходим к консультации. Я, во-первых, напомню, что у нас сегодня дедлайн по, сейчас скажу, по какому домашнему заданию, по какому-то я дедлайн объявлял. Я действительно почти все домашние задания отложил до упора. Но вот тринадцатое домашнее задание дедлайн все-таки именно сегодня. Все остальное уже там восемнадцатого. Так что давайте тогда так. Мы обсудим эти задачи на консультации. Ну, а если кто-то придет защищаться, ну, будем прерываться, потому что на самом деле полезно, конечно, попытаться порешать эти задачи, что может быть не так просто, но я могу так какие-то идеи высказывать, а вы будете их додумывать. Значит, давайте так. Тогда, значит, это объявление для всех. Вот эти вот две задачи, шестая и седьмая, мы их обсудим сейчас на консультации. И еще одно объявление по поводу консультации важное. Мы так легко перебрались на более раннее время. У нас вообще официально это время с восемнадцати до двадцати одного. Но мы как-то посмотрели, никого нет раньше, и вот мы с шестнадцати-пятнадцати примерно начинали. Я выяснил, когда заказывал конференции для коллоквиума, что это время на самом деле занято семинаром какой-то лаборатории. Значит, с семинарами лаборатории, я могу сказать, у нашей лаборатории аналогичная ситуация, они в ковидные времена очень редко проходят. Всем как-то лень собираться онлайн, в общем, то есть они редко бывают. Поэтому есть шанс, что через пятнадцать минут мы зайдем, и там тоже никого не будет. Но есть шанс, что мы зайдем, а там идет доклад. Ну, тогда надо тихонечко выйти и подождать уже до шести часов. Ну, что поделать? Значит, тут я просто хотел объяснить вам ситуацию, что... В смысле, а мы просто не можем свой зум спустить или... Ну, у меня есть только бесплатный зум, который через сорок минут выбрасывает. Это неудобно. Ну, кажется, сорок минут потом... Ну, то есть... Ну, ладно. Можно так. А, то есть вы предлагаете, что... Хорошо. Значит, если сегодня все-таки вот эта обычная наша ссылка будет занята, я брошу в телеграм-канал ссылку на... Ну, так, ты можешь бы сами сказать, что вам уже полсеминара, кажется, это как раз сорок минут. Может вообще... Ну, да, нет, но там еще все-таки люди защищаться будут. Ну, окей. Ну, хорошо. Нет, ну, на самом деле действительно не очень страшно. Это, в сущности, так мы тоже жили и иногда живем до сих пор. Хорошо. Тогда, значит, давайте через 10-15 минут подключаться по ссылке на консультацию. Значит, если она свободна, то хорошо. А если не свободна, ну, что поделать. Тогда будем... А, я зря. Нет, из этой конференции все. А что, простите, кто-то вопрос спросил? Ну, тогда через 10 минут. Да, тогда через 10 минут, а сейчас я завершаю просто конференцию. Спасибо.